Не от хорошей жизни мы с вами здесь собираемся. Позвольте в начале своего выступления выразить слова скорби, слова сожаления и соболезнования народам Турции и Сирии за прошедшее сильнейшее землетрясение. Позвольте выразить благодарность молдавским спасателям за самоотверженность. Позвольте сказать спасибо всем гражданам нашей страны за доброту, за добросердечность и руку помощи протянутую в сегодняшнее сложное время нашим братским народам и нашим стратегическим партнерам. У нас очень приветливые, отзывчивые люди. Мы помогали и помогаем нашим соседям из Украины. Мы помогаем всем людям, которые находятся в беде, несмотря на то, что мы маленькая страна. Нас очень мало, но у нас очень много с экономикой, у нас очень высокая инфляция. Но мы находим добрые слова и мы находим и протягиваем руку помощи. К счастью, в нашей стране нет войны. К счастью, у нас нет стихийной беды. Но, кстати, мы проживаем в чрезвычайном положении уже более года. Мы так и не увидели работу правительства Гаврилицы в нормальном режиме. Мы сегодня с вами будем свидетелями тому, как приступает в работу новое правительство и в условиях чрезвычайного положения. Вы знаете, наше правительство постоянно призывает нас экономить. Они не знают, что мы все с вами хозяйственные люди, мы все с вами имеем домовладение, и мы все с вами умеем руководить своим хозяйством, воспитывать своих детей. И мы без них знаем, где, как и сколько экономить. Но они, видя экономию наших людей, они аплодируют своим неудачам, они аплодируют темноте, холоду и голоду. Стыд и срам таким руководителям. Человечество столетиями шло к совершенствованию, механизировало свой труд. Сегодня применяются новые технологии, нанотехнологии. А наше правительство, наш президент, наш премьер-министр, они призывают нас экономить. Они рады сегодня нас всех затолкнуть обратно в пещеры. Вы знаете, кто виноват во всем этом? Виноват, конечно же, Джеймс Варт, который придумал электричество. Конечно же, виноват Эдисон, который придумал электрическую лампочку. Если бы они не придумали бы лампочку электричества, у нас бы было больше экономии. Что делать нашим людям? Сегодня мы должны переживать за свое здоровье, или должны переживать за механизмы закупки лекарств, или должны переживать за то, что мы не можем найти дешевые лекарства, которые поступали из России. Сегодня с молодостью мы можем приобрести в аптеках горчичники элементарную мазь доктор Мом. Разве это забота о своих гражданах? Позор власти! Позор власти! Позор власти! Позор власти! Мы очень хотим, чтобы наша страна сохранилась. Я очень люблю нашу Молдову, но у меня очень плохо на душе, потому что предчувствие того, что красивая Молдова, которая была похожа и есть на красивую грусть винограда, превращается в непонятно что. И по вине кучки людей, кучки некомпетентных руководителей. Поэтому мы все с вами должны выступать за полную отставку власти, за досрочные выборы. И выбираем только патриотов, только искренних патриотов нашей страны. Жест гувернов! Жест пришли!